привет всем вы на музыкальном канале world of mp и после выхода видео умеет ли играть паук из коррозии металла на бас-гитаре вы сразу же начали меня просить а сними на того басиста сними на того соответственно я подумал что лучше всего будет снимать видео без приставок умеет ли а сразу же о настоящих бас-гитарных героях и вот сегодня в первом же выпуске будет федор васильев которого все знают как участника группы круиз а также черное кофе а следующих два будут с аликом грановским а также анатолием крупновым федор васильев является моим самым любимым бас-гитаристом из стран снг и это случилось сразу же после того как я увидел концерт круиз в мюнхене тогда меня дико зацепила его чумовейшая харизма а также бешеная подача на бас-гитаре так как я бас-гитарист я конечно же проникся и первая же мысль которая мне появилась ёбушки-горобушки а он же играет лучше всех басистов большой четверки а про немецкую тройку я вообще молчу я долго был под данным впечатлением что как это так бас-гитарист из советской группы играет лучше всех фирмачей в данном стиле да и сразу же хочу сказать что и валерий гайна такой же произвел впечатление на меня и также является моим любимым гитаристом для советской группы записать и выпустить альбом германии в 1988 году это было что-то нереальное группа круиз это одно из лучших музыкальных явлений странах снг кстати три года назад на данный альбом я делал обзор кто не видел обязательно посмотрите кстати федор васильев репостил его к себе а а теперь давайте перейдем к нашему бас-гитарному герою федору иногда случаются такие неприятные ситуации когда ты общаешься с кем-то и у тебя спрашивают а какой у тебя любимый бас-гитарист из стран снг я конечно же говорю что федор васильев а мне такие а кто это такой я конечно же отвечаю с возмущением ты что балда не знаешь легендарного бас-гитариста группы круиз и тут сразу же появляется какое-то прозрение да 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 я помню у меня там была пластинка крутится волчок рок навсегда то есть не оскорбляет то что его знают просто как бас-гитариста круиза они по имени и ведь это реально обидно ведь других бас-гитаристов то знает по имени алика грановского паука виталия дубинина анатолия крупного что мне больше всего нравится васильев это то что он умеет играть хорошим медиатором пальцами слепить тэппинг то есть все техники присутствуют и самое интересное то что какого года не посмотришь видео везде федор играет очень качественно в этом вы можете убедиться сами посмотреть на ютубе концерт круиза восемьдесят шестого года в омске и через 30 лет в москве все на месте вот вам небольшой кусочек шестнадцатого года на котором прекрасно видно на каком уровне исполнения находится федор васильев ну как вам я также поражен его исполнение очень хорошо слышно и видно что чудо васильев владеет хорошим таймингом а также взрывной атакой что пальцами что медиатором что слепом а также даже спустя года у федора присутствует его фильме на елозиня есть часть музыкантов которые утверждают что данная елозиня добавляют грязи в исполнении лично для меня наоборот это добавляет живости а теперь давайте расскажу интересные факты о нашем бас гитарном герое родители федора васильева отдали музыкальную школу учиться на пианино но к третьему классу он понял что он ненавидит пианино и хотел бросить учебу но родители запретили и в знак протеста федор пошел учиться еще на тромбон и таким образом он стал учиться в трех школах одновременно в средней общеобразовательной и двух музыкальных увлечение рок-музыкой нашего героя началось пластинки deep purple in rock пятому классу он уже знал на слух все пластинки deep purple назарет слэй тирекс пин флой а также название всех альбомов и песен этих групп еще в школьное время федор начал интересоваться электрическими музыкальными инструментами в результате чего была куплена гитара и он начал на ней учиться играть после посещения одного из концертов федор решил стать бас-гитаристом он думал так что это тот инструмент на котором нужно приложить достаточно усилий и воображение чтобы публика тебя в коллективе заметила и любила впервые бас-гитару в руки взял 1974 году когда ходил 4 класс первое занятие на бас-гитаре были просты и банальны он брал пластинку например deep purple и снимал с нее все басовые парки получая от этого огромное удовольствие и здесь нужно отдать должное обучение музыкальных школах здорово помогло поскольку он уже имел представление о подходах к занятиям и музыкальной теории поэтому на бас-гитаре сразу стал играть осмысленно 1980 году закончил 10 класс школы а также для музыкальной школы по классу пианино и тромбон и после этого поступил музыкальное училище имени внесенных на специальность тромбон но на вступительных экзаменах произошла ошибка и он поступил на астрадное отделение после трех месяцев обучения внесенки у него появилась возможность ребятами училище играть на бас-гитаре какие-то халтурки свадебки в результате он закончил училище двумя специальностями 1984 году был записан первый альбом черный кофе позже в 1985 году в красногорске записали второй альбом с песнями листья звуки космоса черное кофе и пылает за окном звезда 1986 году федор получил работу филармонии его коллектив должен был уехать в тур но по каким-то причинам гитаристы клавишник не смогли поехать тур и тогда нашли единственный выход это в течение двух суток пришлось федору васильеву освоить гитару и в результате три месяца он был гитаристом и после того как закончились данные гастроли федор приехал домой и как только зашел в квартиру сразу же раздался телефонный звонок а звонил тот самый валерий гайна валерий предложил прийти попробоваться в группу круиз соответственно федор согласился и на следующий день состоялось прослушивание и в течение 15-20 минут федор был принят группу круиз на одном из концертов 1987 года круиз замечает немецкий продюсер который предложил записать альбом германии в конце осени 87 года круиз уже уехали писать пластинку которая вышла весной 88 года под названием круиз федор использовал четырехструнный риккин бейкер модели 4001 также на данном альбоме он использовал самопальный овердрайв который бы сделал специально приятель также еще данная педаль используют в культурном шоке на вступление песни эвенджа федор использовал восьмиструнный бас это был риккин бейкер модели 4008 также на нем специально для данного альбома записал бас-гитарные соло которые в пластинку к сожалению не вошло вот вам фрагмент данного трека звучит убойно правда также для данного альбома федор васильев исполнил бэк-вокальные партии из-за множества проблем работа над новым альбомом круиз была приостановлена и группа вернулась в москву по приезду валерий гайна начал работу над проектом гейн в котором также федор принял участие работал на концертах участвовал некоторых студийных записях а также снялся видеоклипе 90 году федор васильев записал бас для пластинки черного кофе леди осень а также на альбоме белый ветер там он сыграл на некоторых вещах весной 2002 года группа круиз в классическом составе записали промо диск из четырех песен вас и барабаны были записаны москве а остальное в лос-анджелесе дедали с ними работал уже валерий гайна также федор васильев еще записывал баз для таких исполнителей как белый орел дюна анджа компания варик презентовала бас-гитару warwick сам как лучшего бас-гитаристу рок-панорамы 87 федору васильеву не нравится бас-гитары фендер один из самых нелюбимых его инструментов это фендер джаз бас круизе все песни были сыграны на струнах 45 калибра струны федор ставит на средней высоте примерно 4 5 миллиметра над 12-15 ладом медиаторы любит фирм и бонес фендер гибсон которые большие и в форме равностороннего треугольника при записи баса как используют пальцы так и медиатор 2002 году пятиструнный warwick сам был украден на гастролях в городе находка касаясь аппарата федору васильеву нравится некоторые модели от хардки и некоторые модели от swr как вы сами видите что федор васильев до бас-гитары уже имел музыкальное образование и эти знания конечно же сыграли ему только на руку при освоении бас-гитары поэтому федор васильев и стал высококлассным бас-гитаристом потому что был настоящим музыкантом этого не какой-то прещавый калифорнийский подросток который был на концерте кис и решил купить себе баз для того чтобы просто поиграть а в итоге стал популярным хотя за 40 лет так и не освоил даже основы бас-гитары биографии федора васильева есть два железно-бетонных факта которые сразу же подтверждают его профессиональность первое это то что валерий гайна позвал его играть в круиз а как вы сами знаете что валера также профессиональный музыкант имеет образование и не будет брать каких-то лябуков себе в группу а второе это то что федор васильев в те советские времена был эндорсером компании варвик а это реально профессиональный уровень я надеюсь что следующий раз когда буду в москве мне появится возможность встретиться с федором сфотографироваться а также подписать конечно же диски круиз поэтому уважаемый федор если вы каким-то чудом увидите данное видео уделите пожалуйста мне пять минут вашего внимания для меня это будет большой честью увидеться с самым любимым бас-гитаристом снг я надеюсь что данное видео было вам интересным а в комментариях вы можете описать кого бы вы хотели увидеть еще данные рубрики всем спасибо за просмотр не забываем ставить большие пальцы а также подписываться на канал и нажимать на колокольчик того чтобы не пропустить новые видео с грановским крупновым ну и конечно же ссылочки в описании на эксклюзивный контент до новых встреч любители четырех струн